Вы на канале о сухоцветах и не только. И сегодня я вам расскажу о пшенице, которую мы будем использовать для зимних композиций. Это озимая пшеница. Посеянная она была осенью прошлого года. Сейчас начало июня, 7 число, и пришло время ее срезать. Мы не ждем, когда нальется колос, когда созреет зерно. Срезку делаем именно в начале июня. Колосок уже хорошо сформировался. Цветение у него почти заканчивается. Цветение, если вам видно, это такие беленькие черточки возле колосков. Вот сейчас как раз зернышко только начинает завязываться. Оно в молочной стадии, 2-1 мм длиной. Именно в это время делается срезка. Если дождаться полного созревания зерна, зимой будет проблема. Появится моль зерновка. Мало того, что она перепортит ваши колоски, появятся такие дырочки на зернышках. Еще и будет несметное количество ее летать. Это абсолютно нам не нужно. Поэтому срезку делаем именно в начале июня. Колос уже хорошо сформировался. Фактура хорошо видна. Поэтому для зимних работ он будет очень хорошо смотреться. Срезаю я обычно серпом у основания. Но можно и секатором, если небольшое количество. Как вязать и что нужно для того, чтобы высушить ваши колоски, я расскажу сейчас. Вот я срезала часть пшеницы. И связала из нее вот два вот таких пучка. Вот так выглядят пучки пшеницы, которые я буду вешать. Здесь приблизительно до 40-50 колосков. Не сортирую. Беру ниточку сантиметров 70 и делаю 4 оборота вокруг. Дело в том, что во время высыхания колоски ваши могут выпадать. Поэтому сделайте как можно ту же завязку. И сделайте 4 оборота. Тогда это будет лучше держать ваше сырье. Листики никакие не обрываю, не сортирую. Все это буду делать потом. Дело в том, что если вы почистите эти листики, колосок будет у вас соскальзывать, он просто выскользнет. А если будет листик, он может задержать его. Поэтому никогда не чистите колоски перед тем, когда сушите. Когда уже вышится ваше сырье, будете сортировать и будете очищать от всего ненужного. Ну вот так вот два снопика, вернее два пучка я связала. Вот как вяжется. Вот я беру так вот приблизительно. Потом снизу пристукиваю, чтобы они все выровнялись. Чтобы не было колоска где-то выше, чтобы он у вас не выпал в выскучивании. Беру нитку и обвязываю. Вот я говорю, раза три-четыре нужно сделать обороты. Это будет более надежная завязка. Все завязываете на узелок. И после этого вешаете. Если вы хотите, чтобы колоски были вот такого зеленоватого цвета, вешайте на чердаке. Если же вам нужно их осветлить, то либо в теплице, либо на солнышке, на улице. Единственное, нехорошо, если пройдет дождь и намочат ваши колоски. Поэтому за этим следите. Вот основные правила сушки колосек. Сегодня мы срезали пшеницу, как я вам говорила. Где-то через недельку начнется срезка третикала. Это гибрид шито с пшеницей. Все точно так же делается. Все точно так же вяжется. Никаких премудростей. Все очень просто. Подписывайтесь на мой канал. Я буду рассказывать еще много на эту тему. И ставьте лайк, если понравилось. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok